Всем привет! Сегодня очередной обзор и на обзоре New Balance 999 азиатская версия. Сами кроссовки весьма хороши и наибольший интерес у меня вызывают именно модели подобного плана. По одной простой причине они могут дать бой любым моделям современным, не только от NB, но и запросто могут уделать New Balance американского и английского производства, несмотря ни на какие ценники. Ценник этой модели в районе 12-13 тысяч рублей. Ну, там, зарубежный ценник, это вы же сами смотрите, я как бы живу в России. Сами кроссовки мне понравились, они весьма неплохо сделаны. Если вы хотите купить неплохие кроссовки от NB, но у вас не хватает там, допустим, на супер премиальные кроссовки, то я всё-таки советую вам обратить внимание на 3 девятки. Стандартная коробка, ну и вот такие нестандартные кроссовки. Вот эти самые кроссовки. Сама модель NB999 Elite Edition, что переводится как элитное издание, но на самом деле здесь ничего такого элитного нету. Они не какие-то там облегчённые, не какие-то там суперские. Именно кроссовки на повседневку. Что мне ещё нравится, у них так есть доля ретро и доля спортивности. Вот это соединили всё. Это не как, допустим, New Balance 990, которые уже более такие спортивного плана, но это и не 996, это вот между что-то этого. И вот получаются вот такие вот кроссовки. Они наибольший интерес вызывают. Их со спортивными штанами одеть можно под джинсы без проблем, шортами, ну и так далее. Модель сама демисезон, холодное лето, но здесь присутствует кое-какая вентиляция. Всё-таки здесь вот эта сетка, она всё-таки вентилируется. Присутствует огромное количество расцветок, различные вариации, но вот эта версия 16-го года, конец 16-го, насколько помню, есть ещё различные там вариации цветов, но там вот, знаете, что проблема-то? Они какие-то все уродские, то есть по цветовой гамме сделано как-то, не знаю, то материалы какие-то, вставки делают, ну некрасиво смотрятся, вот на мой взгляд, вообще некрасиво. А эти кроссовки, они вот по цветовой гамме, ну такие сбалансированные. Конечно, здесь цвет такой светлый, такой бежевый, и такие кроссовки я бы не одел, если бы, допустим, знал, что я где-то буду присутствовать на массовом мероприятии, допустим, с утридцаток на работу, да, где куча школьников, там бабушки вечно, которые куда-то торопятся, на какой-нибудь рок-фестиваль, там, не знаю, нашествие 2017, я бы тоже не одел, потому что если вам наступят, а вы знаете, да, как бывает, когда заходишь в таких кроссовках, вот первый раз одел, и дедушка такой с удочками заходит, да, он только с рыбалки в кирзовых сапогах, и вот так наступил, и даже не уходит, вот этот шмат грязи у вас вот такой остался, потому что вот эти кроссовки будут проблематично потом отмывать, именно вот этот цвет замши, он такой проблематичный на самом деле, водоотталкивающая пропитка, и тут обязательно просто, если вам наступят, тут, я не знаю, там нужно уже сразу же с вертушки бить того, ну, просто с криком, у меня же кроссовки New Balance, да, там, 999, ценник ее 12-13 тысяч на эту модель, получается уровень 996-х азиатских, ну, в принципе, такой ценник нехилый-нехилый, но я думаю, за рубежом можете найти подешевле, сами кроссовки, что мне чем понравились, почему они смогут сконкурировать с любыми такими топовыми New Balance, здесь присутствует несколько слоев подошвы, да, вот здесь вот, как прям на Asics сделали, вот эта носовая часть, это такая амортизационная вставка, здесь хорошо сгибается подошва, вот это уже более стабилизирующая вставка, и здесь опять же амортизационная вставка, и внутри еще амортизационная вставка, кроссовки, да, весьма хорошие, ты их одеваешь, сразу же ощущаешь плотность, вот на чем ты стоишь, мне весьма понравились, особенно самый смак на детальном обзоре, вы внутри увидите, что подстелька сделана, как на беговых кроссовках, единственное, что страдает исполнение, как обычно, вот где-то сделано хорошо, где-то не очень сделано, вот такое чувство, как будто вот сегодня они делают в обычном режиме, нормально, нормально, а завтра приходят, имплант задают, говорят, вот надо сделать там на 5 минут быстрее эти кроссовки, в 2 раза быстрее надо сделать, и они так натяп-ляп краской там туда-сюда накидали, там как смогли так сляпали, ну и короче нет стабильности, то есть хорошая сама конструкция, все материалы более-менее, все так бы сделано технологично, но страдает кое-где исполнение, и вот это проблема, конкуренты сразу же, и мне вот чем-то напомнили кроссовки от New Balance 530, 580, это вот они, получается, 580, да, серия, и особенно есть такие расцветки, где сделано именно так же подошву прокрашено, и вот у меня еще есть 530, вот так вот они выглядят, вот эти прям вообще, я не знаю, там есть расцветки, как один в один сделаны, еще, ну что, Puma R698, тоже весьма походит, Adidas Torsion ZX8000, мне вот тоже напоминает, что-то в этом роде, получается, Adidas EQT серия, 93, ну там 91 немножко, тоже чем-то походит, ну и есть такие еще, какие-то эти, похожие модели, модель вообще, вот я говорю, не проблематичная здесь, ну вот только, только здесь вот такой цвет, что есть вообще цветовые гаммы, я видел, вообще охренительные, просто охренительные, ну вот больше слов не подберешь, реально крутые цветовые гаммы, но почему-то они более такие лимитированные, получается, то есть не в массовом производстве, а в массовом, 999-е, обычно такие своеобразные, цветовые гаммы, я вот вам показываю на такую, ну более-менее нормальную цветовую гамму, идеальные шнурки, все как бы замша, текстиль, светоотражающие вставки, что еще нужно, сейчас посмотрим детально, и посмотрим, как выглядит на ногах, поехали. Давайте поглядим теперь по самой модели, как обычно с коробки, коробка азиатская, модель делается в Китае, ну и сами кроссовки, по всему периметру идет натуральная замша, довольно-таки неплохого качества, у меня тут претензий никаких, нет, цветоотражающие вставки, вот у меня идет, одна и вторая, вставки сетки двухслойной, в принципе, вентиляция как таковая имеется здесь, четко сделанный логотип, вышитый логотип MB серия 999, тоже прошита, это, честно говоря, мне всегда нравилось, когда буквы и там цифры вышиваются, это все-таки не наклейка, которая может отлететь, или краска, которая может со временем тоже иссякнуть, здесь все как бы на века сделано, мягкий с этой стороны такой язычок, здесь текстиль, язычок сам по себе не плотный, а вот здесь на этом уровне идет обычный такой тоненький текстиль, хотя бы чтобы вентиляция, чтобы какая-то хоть здесь была, то производители забывают частенько и как налепят вот на эту часть, и будет потом нога париться там, здесь шнурки вообще идеально подобранные, уже не первый раз сталкиваюсь у MB с такими шнурками, они мягкие, перфорированные, ну и не развязываются, никаких проблем, специально под шнурки, дырочка вот идет, чтобы язычок у вас сдержался на одном уровне, никуда не скатывался, модель конечно шикарно смотрится, на мой взгляд, здесь идет каркас, ну такой поддерживающий элемент, пластмассовый он, вот три слоя промежуточной подошвы, ну как три, там как-то по-другому, там по-разному все время делается, но вот здесь вот сделано как бы вот этот амортизационный слой, видите, хорошая сгибаемость, толчковый эффект, здесь уже поддерживающий слой, это уже полиуретан, он даже практически не прогинается, вот так вот как там, ну и здесь тоже стабилизирующий слой, это возможно и один слой, но возможно это как бы разные слои, здесь как бы краской, видите, разделили, ну и вот здесь в пятке амортизационная вставка, вообще здесь идет технология обзорб, то есть сердцевина в пяточной области, именно амортизационная, по протектору, протектор здесь, конечно, отдельный такой момент у меня вызывает, вы сейчас поймете почему, ну вот так вот, если посмотреть, я не знаю, видно, не видно будет, но вот, если вот в эту носовую часть посмотрите, вот эта часть, она как бы идет бугорком, вот таким, я изначально, когда одел эти кроссовки, вот, вот так вот, если поставить, да, то видно, да, что есть вариант, да, что валится кроссовок, то есть он как бы стоит, как вот на мяч встали и все, как будто на камень какой-то встали, вот здесь идет специальная амортизационная вставка, она идет как бы по форме, вот так сделана, что вот эта часть, вот эта часть, она амортизационная, специальная, такой эффект, эффект амортизации, И я изначально, когда увидел этот момент, я подумал, что это какой-то косяк производства. Потом взял вторую, третью пару с других партий, с других световых гамм, и везде было сделано одинаково. На всех фотографиях в интернете тоже было сделано так, что вот, когда вот фотографируешь, она не стоит, как вот многие кроссовки, знаете, прямая подошва, вот она четко вот так стоит и стоит. А здесь она, вот она, видите, она как будто вот здесь вот, она запросто может завалиться. Это такая суть, такая технология, именно такая модель, что сделана вот в этой части немножко вот так вот. И когда наступаете, потом эта часть амортизационная проваливается, это как бы эффект такой дает амортизации. Ну, в принципе, на любителя, но, конечно, потом со временем это все приминается, и получается уже более прямая промежуточная подошва. Ну, такой эффект есть. Такая, можно так сказать, фишка этой модели. Модель есть именно еще в американском производстве такая, NB-999 USA. Но пока не могу показать, пока только азиатская. То есть, ну, такой протектор. Протектор сам не проблематичный, здесь особо забиваться ничего не будет. Сама резина довольно-таки неплохая, ну, и толщина тоже. Ну, вот даже вот здесь вот видно, да, что можно заметить, что сделана вот эта часть, видите, вот здесь как-то больше, здесь чуть-чуть меньше, как-то вот эта часть, ну, не совсем прям ровно сделана. Может быть, на камере особо не видно, но вот так вот заметно. Но сделаны абсолютно все так. То есть, это не какой-то косяк, поэтому не подумайте. Так, ну, теперь, сейчас я вам язычок покажу. Вот сам язычок. Получается, Made in China. Десятое до тысяч шестнадцатая. Полностью все размеры, все указано. Это вам не какой-то USA или UK ярлык, где вообще минимум информации. Иногда даже не указывают ни дату производства, там не уникальные номера, здесь все-таки уникальный номер и правый-левый кроссовок. Всегда должен быть различный этот номер. Ну, и тут, как обычно, все светится. Ну, здесь сегодня солнечный день. Я думаю, сильно не будет видно, но вот здесь, я думаю, сейчас будет вам видно. Здесь все нормально, без проблем. Периметр ахилла, пятка. Ну, текстиль обычный, не особо плотный. Здесь просто я замарал уже где-то. Ну, обычный текстиль, сам такой небольшой, перфорированный, приятный на ощупь. Но вот здесь, конечно, по плотности хотелось бы поплотнее пятку. Модель сама не большимерит. В принципе, вот я ее из своей 8 одеваю, и у меня как бы 8-8,5 обычно. Они, в принципе, мне нормальные. Обхват у них неплохой. Я вам сразу же скажу, сразу же, когда одеваете, чувствуется именно плотность, именно промежуточной подошвы, что она есть, что она амортизационная, что она плотная. И вес, конечно, здесь такой чувствуется, именно за счет вот этой промежуточной подошвы. Она весьма весомая. И тут, как вы знаете, как за каменной стеной, ну, реально, все достойно. Самый интерес, вот, что мне вызывает, это хорошая стелька, как я вам сказал изначально, и интересный подклад. Вот, вы сейчас ее увидите. Стелька. Стелька идет здесь у нас, получается, Орфолайт, насколько я понимаю, да? Орфолайт с краплениями. Вот, вы их видите, черные пятнышки. Сама стелька, во-первых, идет боковая поддержка, закругление по всему периметру, вентилируемые вставки, вот она, дырявая, да, вся. Сам текстиль, вот этот верх, вообще такой приятный на ощупь. Ну, прям вообще, хорошая стелька. Вот, что-что, 999-й, намного лучше, вот, все, которые обзоры делали на этого. Ну, единственное, что я помню, еще на 20.02 был, тоже неплохая стелька такая. Ну, вот здесь вот прям все конкретно, хорошо. По толщине, толщина вот такая. Сама стелька очень хорошая, но Орфолайт, то есть, антимикробная, отводит влагу, да, никаких проблем здесь не будет. Хорошая амортизационная. И вот, под стелькой, вот как должны делаться кроссовки. Это вам не какой-то, блин, картон прессованный, там, или обычный текстиль. Вот, профессиональные беговые кроссовки именно делают вот так вот, именно. Берут специальный амортизационный подклад. И заметьте, он еще, причем там с дырочками, опять же, какая-то вентилируемость присутствует. И прошито все, да. Так что, вот это дело имеет место быть. Ну, вот здесь вот два слоя получается. Ну, как бы здесь сетка, изнутри идет подклад. Ну, вентиляция есть такая минималистичная, но она есть. Если, конечно, вы знаете еще какие-то конкуренты, именно этой модели обязательно напишите. Я сделаю попозже на них обзоры. Но вот пока из всех азиатских версий, вот эта 999-я была такая наиболее интересная. Здесь все прошито, все проклеено. Проблем я здесь не вижу. Сгиб будет при должном уходе. Обрабатывайте пропиткой, не пересыхайте материал сам. Он не лопнет. Здесь ничего особо не должно протираться. Все как бы четко сделано, никаких проблем не... Ну, я вот не вижу никаких проблем у этой модели. Хорошая модель. 12-13 тысяч рублей. Копите, ищите по скидкам, ну и радуйтесь. Теперь посмотрим, как они выглядят на ногах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok